Всем привет! Начинаю новый влог. Вчера купила креветки. Посмотрите, сколько льда на них. А килограмм стоит 35 монат. Представляете? Мы покупаем лёд за 35 монат. Как я и предполагала, погода уже восстановилась. Хорошо, что я не стала пока что разбирать свой шкаф. Уже пора опять в шортиках ходить. Погода обалденная на улице. Вообще в гардеробе у меня намного больше летних вещей, нежели зимних. Вот этот костюмчик, кстати, так и ни разу не надела заказанной шеями. Таких вещей, кстати, у меня много. Вот этот вот пиджачок, например, тоже. И у меня здесь даже небольшой бардак, но я разбирать не стала, потому что скоро буду класть на места летних вещей, обязательно зимние, и будем разбирать весь шкаф. Если вам интересно, пишите в комментариях. Я вам обязательно сниму весь этот процесс с примерками моих любимых вещей. Кроме летних вещей, в шкафу есть вот такие. Кстати, по вашим советам, я решила немножко с ним прогуляться. Вчера это был какой-то трэш, у него была паника, он очень испугался. Я поняла, что на поводке с ним гулять вообще не вариант. Я уже вам рассказывала на мукбанке, что сегодня я иду на день рождения. День рождения ребёнка, и все там будут с детишками. Поэтому я думаю, может, мне тоже взять своего сыночка. Машлятки, булка, булка, мамин. Иногда мне вот так хочется прям, знаете, сжать, сжать в руках. Когда он был в больнице и в регистратуре, я его постоянно называла булочка мамина. Мама у тебя съест булочку такую. И его там записали как булочка, то есть как кличку его. Я говорю, нет, он не булочка. Его зовут Виктик. Просто мама его называет булка, потому что он очень сладкий. В общем, сейчас уже надо потихоньку собираться. Я переделывать макияж не буду, просто пойду вот так. Вот вроде у меня всё аккуратненько. Осталось высушить волосы на эту позу. Посмотрите, он обожает, когда я чешу ему за ушками. Я наконец-то в кои-то веки в жизни научилась правильно распределять своё время. И именно поэтому вы можете видеть контент каждый день в 12.00 на моём канале. Как я это делаю? Я встаю рано утром, но стараюсь, по крайней мере, встать пораньше. Сегодня получилось это сделать в 9, но всё же. И до 12 я стараюсь снять для вас мукбанг. Стараюсь это делать быстро. Затем уже снимаю влог. То есть у нас в день, получается, два ролика уже готовых. Вечером я их монтирую. И я их публикую, например, на следующий день и послезавтра. И получается, два дня у меня есть контент. На следующий день я не занимаюсь каналом iKM. Или я занимаюсь какими-то другими вопросами. Или просто гуляю с подружкой, как-то интересно провожу время. Или основной своей работой занимаюсь. И у меня контент выходит. И, например, вот два дня назад я приболела немножко. У меня была температура, я вам ставила в Инстаграме. И в этот же день у меня выходил контент. То есть я, получается, из графика не сбилась. А всё благодаря тому, что я как бы хорошо, правильно распределяю своё время. Я стараюсь меньше лазить в ТикТоке. Меньше смотреть шот с роликов. Потому что их надо постоянно переключать. И получается телефон постоянно в руках. И мы вот так вот листаем часами. Я лучше на Ютубчике что-то включу. И у меня на фоне кто-то будет болтать. И в этот момент я буду выполнять какую-то свою работу. Естественно, не под этот прикид. Но сегодня можно надеть вот этот мой любимый пиджак. Он у меня уже давненько висит в шкафу. Я его ни разу никуда не носила. Хотя мне кажется, в этом пиджаке будет как-то жарковато. По идее, снизу здесь ничего можно не носить. А вот так вот. Но мне кажется, мне будет как-то некомфортно, если внизу ничего не будет. В общем, вот такой вот классный пиджак. Мне он очень нравится. Как вам пишите? Можно даже в этом пойти. Здесь такие вроде как кармашки. Жалко, на шее не было юбки. То есть такого же материала. Коротенькая юбочка была бы вообще в тему. Надо придумать, с чем же можно сочетать этот классный пиджачок. И здесь еще вот такие вот разрезы. Качество просто топ. Очень мне нравится. Эта блузочка никому не нравится. Но я ее просто обожаю, девочки. Какой-то шарм в ней есть. С джинсами мне она очень нравится. Она у меня очень-очень давно. И последние, мне кажется, года три я ее ни разу никуда не носила. Но мне почему-то кажется, что здесь появилось какое-то пятнышко. Или мне кажется, или на камере появилось. Фиг знает. В общем, вот такая вот блузочка. Вот номер три. Такой прикид у меня получился ужас, конечно. Мне очень нравится этот картикан. Его тоже я ни разу никуда не носила. Просто висит в шкафу. Маме сразу он, кстати, не понравился. Все меня засмеяли. Но мне он очень нравится. И сегодня бы я его бы с удовольствием надела. Но просто в нем, я думаю, сегодня будет жарко. Даже с учетом того, что я вернусь вечером, и, возможно, вечером будет прохладно. Даже с учетом всех этих моментов, все равно в нем будет очень жарко. Тут, посмотрите, такая крупная вязка. И вот так вот наклеены ананасики мелкие. И вот на ручках то же самое. Как меня раздражают эти волосики, которые торчат в разные стороны. Я люблю, когда все зализано. Увидела у девчонок стики. Они покупают специальные, чтобы уложить волосы. Вот таким вот образом, аккуратно, приглаживающими движениями я убираю волосики. Хотя я буду переодеваться. Надеюсь, что ничего не разгладится. Как вам? Мне очень нравится. Очень аккуратно получилось, помню. День рождения начинается в 5. Нас всех пригласили в 5. Поэтому у нас времени море. И спокойно можем выпрямить волосы. Я это буду делать вот таким выпрямителем от Браун. Покупала его пару лет назад. И с удовольствием пользуюсь. Очень мне нравится. А до этого у меня был выпрямитель, которым я пользовалась лет 10, наверное. Конечно, я никому не советую так делать. Но я всегда ставлю на максимальную скорость. Очень аккуратно получилось. И вообще, мне кажется, мне безумно идёт высокий хвостик. Но! Почему-то, когда я его делаю, у меня очень сильно болит голова. Не всегда. Иногда бывает, я делаю не настолько туго. И у меня такой головной боли не бывает. Я видела один блогер. Она выпивала таблетку обезболивающего, чтобы у неё не болела голова. А хвостик всё равно сделала и ходила с ним. Я не знаю, вот стоит оставлять и идти так, и терпеть. Или же открыть и шухером пойти на голове. Но зато голова не будет болеть. И буду себя чувствовать комфортно. Вот думаю, что делать. Покажу вам, на чём я остановилась. Я решила идти прям так. Не знаю, будет ли прохладно в этом или нет. В прошлом году я очень любила эту кофточку. Снизу я надела маечку подлиннее, потому что вместе с ней идёт короткая маечка. И прям, знаете, совсем сильно виден живот. А на улице не так уж уж и жалко. Наверное, с этим прикидом будет не очень в тему. Но мне хочется взять с собой мою новенькую сумочку. Мне она очень нравится. Я думаю, что она постоянно будет у меня в использовании. Также с собой в обязательном порядке беру два вот этих кошелёчка, которые я заказывала на Шейн. Именно для инасочки. Надеюсь, что ей понравится. Этот тоже был в пакетике, но что-то я его найти никак не могу. Но ничего страшного. Думаю, всё равно она тоже пользоваться будет. У меня ещё есть полчаса. Сейчас мне будут писать, не сочетаются и так далее. Но мне самое главное нравится. И, кстати, я поменяла чехол на телефон, чтобы подходило. В качестве обуви мои новые кроссовочки. Красота. Очень мне не нравится. Посмотрим, насколько они будут удобные в носке. Размер вроде подошёл идеально, но ещё ни разу я их никуда не носила. Так что у них сегодня дебют, или как правильно сказать. В общем, ваш выход, ребятки. Выпила один парацетамол, но мне кажется, я всё-таки не выстрелила ещё. Сумочка настолько миниатюрная, что я даже не уверена, что сюда поместится. А, поместилось всё. Идеально. Я из своего балкона вижу её здание. И я почему-то думала, что это очень близко к моему дому. И решила пройтись пешком. Но, как оказалось, расстояние тут предостаточное. По дороге, кстати, я встретила свою подписчицу. Я нашла по приложению Way, смотрела, куда идти. И в конце, наконец-то, дошла. И тут очень красивый декор с надписью Happy Birthday Абдула. Ему сегодня годик. Всё было оформлено очень красиво. И Абдула тоже был такой лапочкой. Прям съесть его хотелось. Кстати, о еде. Несмотря на то, что кроме нас, с моей подругой, никто больше роллы не кушал. Всё равно она заказала огромный просто сет от Епоши. Кстати, один из моих любимых сетов. Мы аккуратно разложили по тарелкам. Кстати, много чего готовить она не стала. А большинство блюд всё-таки решила заказать. Очень много шашлыка было. Заказала пиццы. В общем, на столе просто палец негде было поставить. И всё было действительно очень вкусно. Куриный шашлык, баклажаны. И вот этот, кстати, салат она приготовила сама. И куча обычного шашлыка из говядины. Изначально, когда Иннаса меня приглашала, она сказала, что если даже ты не придёшь, я не обижусь на тебя, потому что компания будет незнакомая, все будут с детьми. И, возможно, тебе будет некомфортно в этой атмосфере. Она попала прям в самую точку. Действительно, на таких мероприятиях мне бывает безумно некомфортно. Я всегда сижу и думаю, быстрее бы пойти домой. Но только не в этот раз. И это я говорю не потому, что они посмотрят мой влог и как-то обидятся на меня. Действительно, мне было очень интересно. Действительно, безумно весело. Первые, наверное, 15 минут я как-то была скована. Но затем мы нашли общий язык абсолютно со всеми. Болтали, угорали с девчонками. А это, кстати, как раз-таки и виновник этого мероприятия. На заднем плане маленький Абдулла, такой сладенький, я прям не могу. И заказали в честь него такой прекрасный торт. Мне кажется, он оформлен безумно красиво, очень эстетично. Когда мы болтали с Энасой, она мне много рассказывала про свою подругу, которая занимается ногтями. На дне рождения нас было 6 девчонок. И я сидела и пыталась угадать сама у себя в голове, интересно, кто из них именно та девушка, про которую она мне рассказывала. Так как все девушки для меня были незнакомы и видела я их в первый раз, чисто по их внешнему виду, я пыталась угадать, кто же из них девушка, которая занимается ногтями. Условно, в голове своей сделав выбор, я решила напрямую спросить у девчонок, кто же эта девушка. И как вы думаете, девушка, у которой не было абсолютно никакого покрытия на ногтях, оказалась как раз-таки той самой девушкой, которая занимается ногтями. Так что вот так вот. А здесь мы уже разбираем торт. На удивление, он оказался безумно просто вкусным. Обычно они бывают внешне красивые, но на вкус не очень вкусные, особенно двухъярусные. В этот день, в этот раз и торт был вкусный, и обстановка была шикарная. Мне просто безумно понравилось. И я очень рада, что я пошла на этот день рождения, познакомилась с такими интересными, прекрасными людьми. И посмотрите на этот шарик, на эту краску, где ее купить. Можно сделать даже себе помаду. Кстати, дети так и сделали. Торт был двухъярусный, и мы его еле разрезали. Правда, выглядит как-то не особо аккуратно, но каждому достался приличный кусочек. Мне тоже достался достаточно большой кусок. Я сначала, типа, говорила, я не смогу съесть. И действительно, сладкое многое я есть не могу, но этот кусочек до конца с удовольствием я съела. Еще плюс, там была малина, я ею миксовала это все. Ну, что еще тут добавить? Мне все очень понравилось, обстановка была классная. Несмотря на то, что мы просто сидели дома, было просто шикарно все. А эти, кстати, цветочки ей подарил муж. Очень красивые розы. А это сладуся, посмотрите на него. Так, я уже дома. Открыла сразу волосы. Я боялась, что у меня будет болеть голова, но ничего подобного. Вот, нас привез, кстати, муж и нас, за что ей огромное спасибо. Точнее, мужу спасибо. Я хотела пройтись пешком, но она сказала, что в такую погоду темно на улице и так далее. Не надо, настояла. И, в общем, пришлось саласиться, так скажем. Первое, что я делаю, это, естественно, переодеваюсь в удобную домашнюю одежду. Самое главное, чтобы домашняя одежда была максимально удобной. Я беру вот эту футболку свою оверсайз и вот эти вот феньки. Кстати, на дне рождения была девушка, у которой тоже был проколот хрящ. У нее вообще очень много было сережек на ухе разных проколов. И я у нее спросила, говорю, у меня хрящ никак не заживает. И она сказала, что он заживает очень-очень сложно и это абсолютно нормально. Полгода, где-то 8 месяцев он заживать будет. Так что все под контролем, переживать не стоит. Так, я сейчас буду смывать макияж. Хочу показать два своих любимых средства. Первый это комплимент. Очень дешевое гидрофильное масло, которое я просто обожаю. Оно растворяет макияж просто за секунду. Здесь удобная помпа и хватает, кстати, надолго. Что ты ноешь? Заходи. Я тут умываюсь, он мне мешает. Хотя бы не ной. И второе средство это мицеллярный гель от Клиник. Тоже очень крутое средство, но это уже не бюджетно. Но зато очень круто очищает кожу. Прям кожа становится бархатной с ней. Вот эту еще умывалку люблю от Натура Сиберика. Это серия Натура Камчатка. Тоже очень круто очищает кожу. Здесь совсем чуть-чуть осталось. Я всегда, знаете, по 8-9 штук таких покупала, как только видела в магазине. Ну что, пора с вами прощаться. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте мне ставить лайки и подписываться. Мне будет очень приятно. Субтитры сделал DimaTorzok